Дональд Трамп держит слово. Он встряхнул США политический истеблишмент и заставил каяться всех тех, кто предрекал ему неминуемые поражения. Завершив турне по США, в ходе которого он благодарил своих сторонников за поддержку, Трамп взялся за формирование своей администрации. Кастинги проходили в Трамп Тауэре. Большинство кандидатов на ключевые посты в кабинете в чем-то похожи на самого Трампа. Это белые мужчины в возрасте, в большинстве своем богатые и очень богатые. Они любят рисковать и предпочитают действовать, а не рефлексировать. Очевидно, команда Трампа – команда боссов. И первый среди них – Рекс Тилерсон, 64-летний глава ExxonMobil. Он владеет акциями крупнейшей в мире нефтяной компании стоимостью 200 миллионов долларов. Тилерсон хорошо знаком с Владимиром Путиным и не является сторонником санкций, наложенных на Россию за присоединение Крыма. Трамп вообще питает слабость генералам. Оборону он решил доверить Джеймсу Мэттису, прозванному «бешеным псом». В частности, Мэттис известен тем, что не привык стесняться в выражениях и плохо относится к Ирану. Его коллега Джон Келли, морской пехотинец, которому предложен пост министра внутренней безопасности, считает границу с Мексикой чересчур прозрачной. Майк Помпио, бывший офицер, конгрессмен от штата Канзас и сторонник сбора данных на американцев, принял предложение возглавить ЦРУ. Отставной генерал Майкл Флинн, возглавлявший разведывательное управление Министерства обороны США, согласился стать советником Трампа по национальной безопасности. Министерство финансов достанется бывшему вице-президенту Goldman Sachs Стивену Мнучину, который отвечал за сбор средств на избирательную кампанию Трампа. А Министерство торговли Уилбору Россу, чье состояние оценивается Форбс почти в 3 миллиарда долларов и который в 90-е годы был советником Клинтона по вопросам американо-российской торговли. Защиту окружающей среды Трамп доверил Скотту Прюиту, человеку, который не верит в глобальное потепление, а энергетику Рику Перри, стороннику широкого использования ископаемых источников энергии и противнику высоких налогов на состоятельных граждан. И, наконец, вишенка на торте, единственная женщина в команде, да еще и не имеющая никакого опыта международной политики. На ключевой дипломатический пост посла при ООН Трамп назначил губернатора Южной Каролины и самого активного своего критика Ники Хейли.